В руках у меня не просто табличка, в руках у меня квартира моей мечты. Меня зовут Надежда Гелязова и я с города Владивосток. Я хочу вам рассказать, как я решила свой жилищный вопрос без участия банков. Это был 2016 год. Для меня это были сложные времена. Я на тот момент находилась в городе Иркутске, я снимала квартиру одна с двумя детьми. И находилась в декретном отпуске. Мысль о том, что каждый месяц я выплачиваю чью-то ипотеку, мне не давала покоя. И я в то же время понимала, что мне нужно как минимум еще год просидеть дома в декрете, потом выйти на работу, отработать еще полгода для того, чтобы подтвердить свои доходы, для того, чтобы мне банк дал ипотеку. Но даже и это, я прекрасно понимала, этого не будет. Потому что, как сотрудник банка, банк рассматривает платежеспособность. Я не проходила по ней. То есть одной моей зарплаты плюс два ижедневенца мне бы точно ни на что бы не хватило. И в банке я бы получила отказ. Я пошла искать возможности. На моем пути встретилась девушка, которая рассказала мне про данный способ приобретения недвижимости под 2% годовых, что мне понравилось, что там нужен был только паспорт. Не нужно было подтверждать доходы, неважно, есть ли там текущие кредиты. Я задумалась. Честно сказать, мне было страшно. Ну, я как нормальный человек, да, понимаю, что эта тема для меня новая, неизведанная. И я вообще об этом никогда не слышала. Сомнений не было в том, что она говорит правду. Был страх о том, что я просто первый раз об этом слышу и ничего не знаю. Я обратилась к своей знакомой, она у меня юрист. Я попросила ее проверить компанию, проверить документы. И 2 месяца я думала. Мысль о том, что я думаю об этом каждый день, не давала мне покоя. Вот именно об этом способе приобретения недвижимости. Юрист мне перезвонила через определенное время и сказала, что «Надь, я проверила компанию, здесь все чисто, все работает в рамках законодательства Российской Федерации и выбор за тобой. Либо ты берешь на себя ответственность и покупаешь эту квартиру, либо остаешься в съеме и ищешь какие-то другие способы приобретения недвижимости». Других способов я не нашла, но, если честно, я больше их и не искала. Для меня это было достаточно. Я вступила в кооператив. Это был 2016 год, февраль месяц. На тот момент у меня был первоначальный взнос в размере 50%. И меня сразу же поставили в очередь. В очереди я простояла полтора года. За это время мы переехали с моими детьми с города Иркутска в город Владивосток. Владивосток, конечно, здесь... Цены вообще абсолютно другие по сравнению с городом Иркутском. То есть, если посмотреть на рынок, это приравнивалось примерно к ценнику, что и в Москве, в городе Санкт-Петербург, Сочи. Я понимала, что мне не хватает. Кооператив мне разрешил увеличить стоимость объекта. Я довнесла недостающую сумму, и мы, наконец-то, вышли на сделку. Ко мне во Владивосток приехал юрист. Его звали Роман. Я сама лично его встречала в аэропорту. Я назначила встречу, место у нотариуса, записалась к нему, договорилась с продавцами. Приехал юрист, и мы все собрались в одном месте, в одно время. Сделка прошла достаточно быстро. За час мы уложились, потому что юристы очень грамотно, профессионально подготовили пакет документов. У юриста не было возможности оставаться тут со мной дальше. У него на следующий день уже была сделка на Сахалине. Он улетел, а мне оставил генеральную доверенность на получение документов. Что было дальше? Сделка прошла государственную регистрацию, и я пришла с документами в МФЦ. Получила все документы на квартиру. Мы заехали в эту квартиру. Прописались на постоянной основе. И я осталась с графиком платежей. Что самое интересное, на тот момент еще было 2%. Потом произошли изменения в кооперативе, и кооператив с 2% сделал 0%. То есть, по сути, это рассрочка. Мне пришли документы, дополнительные соглашения к договору. И вы знаете, я сравниваю эти два графика и смотрю, что во втором графике столбец, где проценты, его просто убрали. То есть, процентов нет. Конечно же, для меня это была тоже такая приятная неожиданность. Платеж у меня был всего лишь навсего 10 416 рублей 87 копеек. И я задалась целью, что мне нужно вносить большими суммами, причем кооператив это не запрещает, а наоборот приветствует. Таким образом, я за год и 9 расплатилась полностью за те средства, которые мне выделил кооператив и переоформила право собственности на себя. Сейчас, конечно же, я на этом не остановилась. Я являюсь дважды пайщиком. Во вторую квартиру мне уже удалось использовать средства материнского капитала. Здесь опять помогли мне сотрудники кооператива, составили полный пакет документов для пенсионного фонда. И пенсионный фонд перечислил мне средства материнского капитала в качестве первоначального взноса. Эту квартиру я, конечно же, буду покупать для своего младшего сына. Почему? Просто элементарно потому, что я не хочу, чтобы он проходил мой путь и снимал 32 квартиры. Перед этим видео я посчитала, сколько у меня было съемных квартир, и их, правда, было 32. Поэтому я огромную хочу благодарность выразить нашему Роману Викторовичу Василенко. Роман Викторович, я Вас искренне благодарю, благодарю за ту идею, благодарю за то, что Вы смогли возродить самую такую старую, добрую кооперацию. А всем зрителям желаю каждому по квартире и счастья, и благополучия. Всего большое. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok